Так, подписок за 24 часа... Минус 78? Что, охуели там? Онлайн за 24 часа. Что, блять, 600 тысяч? Нормально, сейчас бы в бане онлайн собирать. Подписчиков заблокирована страница ВКонтакте 75 тысяч. У-у-у-у. С подтвержденной страницей 61. Ага. Так, так, подписки. Баны. Ой, ебать. Нихуя. Тут тогда всё понятно, ребят, чё-то удивляться. Давайте подумаем, первый матч ему дали или нет. Сколько тут банов за двадцатый? Раз, два, три, четыре. И вот пятый. Не, ну это пиздец. Это ещё не все баны, прошу заметить. То есть у меня-то их тоже, так-то если расписать, начиная с 2013 года, у него тоже самое. Мы его ж банили и в девятнадцатом году, и в восемнадцатом году. Вот. То есть как бы вообще пиздец. Там, бля, вообще пиздец будет. Так, зрители. Ну, не знаю, тут вы сейчас или нет. Возможно, кто-то узнает себя. О, ля, бля, бля, я нахуй. Два года, одиннадцать месяцев, почти три года. Номер 13. 129 часов чего, непонятно чего. Видимо, просмотра. Вот. А-а-а! Не, мне можно, мне можно, мне можно. Мне, 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 мне можно. Ну, давайте вот сюда перейдём. Ох, блядь. Мне казалось было больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь часов, два дня, один день, один день, один месяц. Пизданусь. Асу, асу. Вот так-то, если подумать. Быдло, ты ебаная, бля. Мы видим эти баны, да, их количество. Вот. Но, а так-то, если подумать, они вообще заслуженно были выданы. Давайте почитаем. Страйк от Мейнкаста за просмотр матча Нави. Вы думаете, как, это заслуженно? Вот ему дали бан за просмотр матча. Во время игры в мафию к стримерам зашёл человек с фоткой мужских гениталий на аватарке. Бана два дня. Ну, я считаю, тут заслуженно. Ну, потому что всё-таки надо контролировать то, что у тебя происходит на стриме. Но всё-таки бан два дня, тут как бы, ну, такое. Ну, можно потерпеть. Потом. Снова во время мафии к стримерам зашёл человек. Ну, опять-таки, заслуженно. На ошибках не научился. Своих, скажем так, опять допустил. Оплошность, так называемую, значит, член. Вот. На один день забанили. Окей. Идём дальше. Вадим засветил на стрим... Так, появившийся в новом обновлении, на котором было... Опять. Опять писем засветил. Опять Балидан. Да, Далибан. Балидан, блядь. Балидан! Заслуженно! Ну, тут хуй знает, потому что вот это уже было прям реально... Да и там случайно. Но в то же время, ну, опять же, должен был понимать, должен был быть готов. Вот. Поэтому Балидан, я считаю, заслуженный. Вот. Ну, опять же, да всего лишь один день. Идём дальше. На один месяц. Опять. За небольшую аватарку мужские гениталии в Дискорде. Блокировка была выдана сначала на неопределенный срок. В итоге 30 дней. Ну, тут уже, блядь, пиздец, конечно, да? То есть... За небольшую аватарку писюна на 30 дней. Ну, опять же, мы исходим из чего? Исходя из того, что... У него до этого было вот столько банов, да? Точнее, вот столько. За писюны. И, возможно, именно по этой причине ему дали нам месяц. Типа, ты заебал уже, блядь, каждый раз свои писюны показывать. Вот теперь месяц. Отдохни, может быть, это тебя чему-то научит. Возможно, у них была такая логика. Вот. Но в то же время мы знаем стримершу, которая намеренно показала пизду. Прям фул, фул сайз, фул сайз, фул скрин. Прям же так, на весь экран. Можно сказать, села своей пиздой на камеру, на объектив. Вот так вот ее раздвинула там прям крупным планом. И делала это несколько минут. Несколько минут. Она знала, что она делает. Она знала, куда она стримит. То, что она говорит, что это случайно, это пиздеж. Ее забанили на три дня. Как? Почему? Потому что что, блядь? Это первый раз случилось? Тоже как-то странно, да. Ну, ладно, окей. Ну, а дальше кликните, чтобы увидеть конкретное слово. Нет, спасибо. А дальше у нас, как бы, ну, вы знаете, слово он сказал. Ну, хз. Не буду кликать хз. Вот, на самом деле, все-таки, как ни крути, но стримеры сами виноваты в том, что происходит. Тоже виноваты в том, что происходит у них там, как бы, да, на канале. Все эти баны. Потому что, вот почему меня не банят уже больше года? Что я делаю не так или что я не делаю, что делают другие? Почему, например, я знал, что это слово запрещено, а он не знал? Как он сказал, да, типа, я не знал. Как, блядь? Ну, я же знал. Все-таки людей, стримеров, точнее, предупреждали. Вот. Я же был предупрежден. Я думаю, что он со своей медийностью, его по-любому должны были также предупредить. Поэтому я не понимаю, как он мог не знать этого. Потому что я, например, знал. Блядь. Вот. У тебя контракт с Твичом! Чего, блядь? Ты паранойк, вот и не в бане. Подожди, а что я делаю-то? Вот я паранойк, и что я делаю? Что мне помогает не попасть в бан? Давай. Осуждаешь? Вы считаете, это что, помогает? Хорошо. Если это помогает, что стримерам мешает осуждать? Ведь в этом нет ничего такого. Это всего лишь слово, которое ты произносишь там периодически. И все. То есть получается, как чит на бессмертие. Осуждаю! И все. И ты не в бане. Ну, это же так не работает, по-моему. Ну, нет. В некоторых моментах это работает, конечно. Когда ты не поддерживаешь что-то произошедшее на стриме во время просмотра видео. Это окей. Это работает. Но когда ты сказал слово, тебе не поможет уже твое осуждение. Просто надо как-то... Ну, реально себя контролировать, я считаю. С писюнами, блядь. С этими вот словами. Сколько я мафию стримил, сколько я стримил все остальное. Но что-то вот ни разу у меня такого не было. За весь год. ЛГБТ+. Господи, блядь. Ну, окей. Пусть он тоже поставит. Да что вы, блядь, хуйню несете? Причем вообще ЛГБТ+. Это просто тег. Меня, как ни крути, все-таки банили. И банили меня за... Все эти годы. Да хуя раз. Около семи раз. Меня банили на месяц, блядь. В 2018 году. Я был первый стример, который отлетел на месяц за P.Word. Чтоб вы понимали. Я был первым, кто отлетел по этой причине. И вы мне будете говорить, что меня любят администрации. Ага. Да-да. Тогда еще все удивились такие. О, ничего себе. Я был, знаете, таким примером для стримеров. Что вот нельзя это слово говорить. Ну, окей. Че я могу сказать? Ну, столько банов это, конечно, не круто в любом случае. И большая часть этих банов это его вина. Вот, поэтому... Да-да. Да-да. Ну-ка. Еще раз. Так. Первый бан за отсутствие реакции на некоторые осуждаемые на платформе Twitch слова. Зритель закинул братишкину IP-адрес в донате. Так. Братишкину продлили бан, не дав закончиться предыдущему. Twitch нашел в трампе-звучных трансляциях скольбительное высказывание в адрес Оли Тыквы. Бан за... Сами знаете, какое слово. Ну, опять же, он его даже не сказал тогда. Вот этот бан вообще несправедливый. Который, Вова, в свою очередь, должен был его оспорить. Но он забил хуй. И вот тут-то как раз-таки, если бы он его оспорил тогда, его бы сейчас... Ну, я не знаю, пермач или нет, но, скорее всего, его бы не забанили. Потому что, ну, блядь, там не было этого слова. И он должен был это доказать. А он забил хуй, короче. Вот. Скажи это Владу, который сказал... Блин, ребят, ну вы же можете понять, что... Стример всегда может отправить апелляцию. Если он сказал слово какое-то, которое показалось администрации каким-то там осудительным, ты берешь апелляцию, отправляешь и все. И объясняешь, что это было не так. И вообще, не забывайте, что я вам должен 13 сабок... Осуждаю!